Друзья, я рад вас приветствовать на канале ВИХВОД. Сегодня мы вместе с вами приехали в дилерский центр Эволюты. Здесь мое внимание привлек электрический седан АйПро. Ранее мы его с вами рассматривали, ранее он продавался миллиона за три. Сейчас его продают, внимание, за один миллион пятьсот пятьдесят тысяч рублей. Но это с учетом каких-то субсидий и еще с учетом трейдина и кредита. С учетом всех вот этих условий машина дает за полтора миллиона рублей. Это грубо, да? Напомню, что это полноценная электричка. Собирается где-то в Липецке. Под капотом расположился электромотор мощностью 150 лошадиных сил. Кто-то говорит, что он выдает 163 лошадиных силы. Привы передний. Мощность аккумуляторных батарей 53 киловатт в час. Батареи можно заряжать, как от обычной розетки, 220 вольт. Что мы сейчас и наблюдаем. Батареи заряжаются вот через такой блок. По какой-то причине этот блок в комплекте с автомобилем не идет. Его нужно докупать отдельно. Стоит он в районе 20 тысяч рублей. Время зарядки от обычной розетки 8 часов. Время зарядки от специализированной электрозаправки 40 минут. Запас хода указан производителем 430 километров. По факту данный автомобиль проезжает 360. Но это в Краснодаре, где тепло. Таксисты свободно на нем накатывают 360 километров. Насколько экономичен этот автомобиль, давайте посчитаем. Если мы заряжать будем его не от домашней розетки, а будем заряжать его от специализированной электрозаправки. Стоимость киловатта на ней 16 рублей в среднем. Умножаем на 53 и получаем сумму, которой хватит на пробег 360 километров. Довольно-таки экономично, да, даже если будем заряжать от быстрой зарядки. Если же будем заряжать от домашней розетки в какой-нибудь ночной тариф, ну там вообще выходят копейки. 400 рублей, да, и пробег 360 километров. Круто. Из недочетов в этой электричке, что я отмечу, это, конечно же, оптика на лампах. Передние фары на галогенках. Почему не светодиоды, непонятно. Есть датчики парковки. На задней оси у нас торсионная балка, подвеска пружинная. Обычный седан, да. Крышку багажника сзади не откроем. Чтобы заглянуть в багажник, нужно нажать вот эту кнопочку. И только после этого мы сможем посмотреть, что у нас в багажном отделении. Здесь провод для зарядки. Ну, по всей видимости, это провод для быстрой зарядки. Он идет в комплекте. Напомню, что вот такой вот удлинитель, да, с блоком нужно докупать. Стоит он в районе 23 тысяч рублей. Объем багажного отделения грубо 500 литров. Спинки второго ряда сидений не раскладываются. Здесь все отделано мягким материалом. Клиппенький фальшпол. Довольно-таки тонкий. В спиннинном материале, как обычно. Буксировочная петля. Баллонный ключ. Знак аварийной остановки. Ключ для домкрата. Сам домкрат расположился вот здесь. Запасное колесо. Здесь установлены мозги. И смотрите, как все промазано герметиком. Как таковой шумоизоляции в данном автомобиле нет. Все упрощено. Облегчено. Электричка. Экономим на всем. Чем меньше грузов мы везем, тем на дольше хватит нам аккумуляторных батарей. На втором ряду начнем с верного проема. Довольно-таки просторный. В какой комплектации данный автомобиль, я не знаю. Возможно, доступна у нас только одна комплектация. Салон на эко-коже. Подголовники влитые. Подлокотника нет. Подогрева второго дивана нет. Здесь у нас два USB-разъема. Климат. Климат здесь. Однозонный, скорее всего. И работает от аккумуляторных батарей. Плафон освещения. Ручки отдающие. Жалтизной. Дверная карта отделана пластиком. Здесь кажется, что это ткань. Но на самом деле это у нас пластик. Черный глянец. Электростеклоподъемник. Эко-кожа. Здесь пластик. И смотрим, есть ли у нас динамики на дверях второго ряда. Здесь, друзья, динамиков на втором ряду нет. Плохо, да? Зато есть резинка в нижней части двери. Ну и по всей двери. В общем, она тоже проходит. Места много. Кармашков нет. Туннельная часть выпирает. Ковров нет. На переднем ряду у пассажира. Что у нас? Сидушка регулируется вперед-назад. Угол наклона спинки. Отделка кожи. Есть перфорация. Туннель здесь парящая. Розетка на 12 вольт. USB-порт чуть дальше. По документам. Они у нас на русском языке. Полностью все иллюстрировано. Рассказано, как ездить на этот автомобиль. Как его заряжать. И как пользоваться мультимедийной системой. Плюс есть гарантия. Какая она, напишу в описании. Переходите, смотрите. Порприз выполнен полностью из пластика. Отмечу наличие подушки безопасности у пассажира. У водителя в стойках подушек нет. В козырьке пассажира зеркала нет. Здесь у нас кнопка SOS R и GLONASS. Плафонное освещение механические. И в козырьке водителя тоже зеркала нет. На центральной консоли кнопка старт-стоп. Электромеханический ручник. Подстаканники. Безключевого доступа в данном автомобиле нет. И еще говорил я вам про переднюю оптику. Она у нас по какой-то причине на галогенках. Почему не светодиоды, непонятно. Датчика в парковке в переднем бампере нет. Все по-простому. Даже, видите, нет утеплителя подкапотного пространства. Но, друзья, установлена защита электромотора в нижней части. То есть мотор защищен от попадания влаги снизу. Также пройдемся по подкрылкам. Что у нас на задней оси? Смотрим. Подкрылочки отсутствуют. И, друзья, ну тут настоящий трэш-трэш-трэш-трэш. Видите, что у нас? Это, да, друзья, это камень. Что он тут делает? И как он сюда попал? Непонятно, да? Видите, камни сюда залетают. Ну и грязь тоже будет залетать. Сзади вот такой аккуратненький пластиковый подкрылочек. Легкоспалмные колесные диски 17-е. Сзади тормоза дисковые. И, как я сказал ранее, на задней оси подвеска полузависимая, пружинная. Становлена торсионная балка. И стоит отметить, что шумоизоляция на этом автомобиле, вот этот антикоррозийное покрытие, оно сделано довольно-таки хорошо, без пропусков открытого катафорезного грунта. Хотя нет, вот здесь у нас уже открытый катафорезный грунт. В нижней части порога, вот здесь, установлена пластиковая накладка. Здесь хром, китайский хром. За какой период времени он слезет, неизвестно. Но, возможно, что слезет, да. На китайцах хром слабый. Дорожный просвет, кого интересует, сразу же говорю, 12 сантиметров. Все, можете писать в комментариях, много это или мало. Передние подкрылки присутствуют, они у нас пластиковые. Бесключевого доступа нет. Датчиков мониторинга слепых зон сзади нет. Обзорности 360 градусов тоже нет. Вид на дверную карту со стороны водителя. Здесь также все по-простому. Пластик, пластик, пластик. Эко-кожа. Здесь черный глянец. Блок управления электростикопладъемником боковыми с зеркалами. Все объединено. Кресло водителя регулируется механически в шести направлениях. Есть лифт. Насчет обогрева не подскажу. Напишу в описании. За рулем удобно, комфортно, обзорность хорошая. Запас хода, еще раз повторюсь, по факту какой настоящий. 360-380, если тепло, машина проедет. Это как заявляют опять же в дилерском центре. Говорят, что таксисты свободно накатывают 360 километров. При этом тратят денег-то на заправку 500-1000 рублей. Немного, да? Парапризы в верхней части. Ставка языка кожи. С строчкой. Здесь у нас пластик. Аудиосистему на андроиде. Цифровой щиток приборов. Здесь расположились кнопки какие? Блокировка дверных замков. Открытие лючка для заправки для доступа к розеткам. Спортивный режим. Включение динамиков. Имитация звука работы двигателя. И отключение курсовой устойчивости. Рулевая колонка регулируется по углу наклона и все. По вылету не регулируется. И руль у нас прорезиненный. Не кожаный, да? Даже такой похож по тактильным ощущениям на кожу, но он у нас резиновый. Управление мультимедийной системой. Возможно, у нас есть круиз-контроль. Разгон до сотни. Этот автомобиль разгоняется до сотни за 9,5 секунд. Нажимаем и погнали. По отношению к обычным автомобилям, у которых установлен ДВС, электричка, конечно же, экономит ресурс, экономит топливо и экономит деньги. За полтора миллиона рублей, как продается этот автомобиль, все-таки это, можно сказать, стоящее предложение. Себя эта машина отобьет. Тем более в такси. И еще нужно понимать, если мы себе покупаем электричку и хотим ее поставить рядом с домом, то вы должны знать, что ее ресурс с каждым годом угасает, угасает, угасает. Так как здесь стоят батареи. И они само ликвидируются, само уничтожаются. Через 8 лет ездили вы на машине, не ездили вы на машине, аккумуляторные батареи можно будет поменять. А стоят они примерно 80% от стоимости автомобиля. Вот такое вот, друзья, недорогое электрическое удовольствие. Теперь, друзья, что касается гарантии на этот автомобиль, гарантия 3 года, либо 100 тысяч километров пробега. Что наступит ранее? Межсервис-интервал 10 тысяч километров пробега, либо год эксплуатации. Так же, что наступит ранее? Теперь напишите мне в комментариях, пришло время электрических автомобилей, не пришло время электрических автомобилей. Что вообще вы для себя выберете? Автомобиль привычным, ДВС, привычный ДВС, либо гибридную версию какого-нибудь автомобиля, тоже с ДВС, где последовательный гибрид, непоследовательный гибрид, неважно, главное, что гибрид. Либо возьмете себе полноценный электромобиль, который реально экономит деньги и энергию. Но стоит понимать, что срок эксплуатации данного автомобиля 8 лет, не больше. Потом это просто движимость, которая превращается в недвижимость. Все, ушел в комментарии, отвечайте на ваши вопросы. До новых встреч.